Оппозиционный политик Жанбулат Мамай приговорен к шести годам условно по обвинению в организации массовых беспорядков в Алматы во время январских событий. Судья Бастандыкского районного суда города также признал его виновным в оскорблении представителя власти и распространении заведомо ложной информации. Окончательно назначить к отбытию Мамай Жанбулату Мамайулы по совокупности правонарушения и наказания в виде шести лет лишения свободы на основании статьи 50-й части 3 КРК с лишением права на занятие общественно-политической деятельностью и публицистической деятельностью социальных сетей сроком на шесть лет. Мамай категорически не согласен с приговором и намерен его обжаловать. Мы представили просто неопровержимые доказательства, я считаю, моей невиновности. Десятки свидетелей здесь выступали и полностью подтверждали о том, что я не призывал к массовым беспорядкам. Но несмотря на это вы выносите такой приговор, я считаю, что он полностью политически мотивированный приговор. Естественно, я с ним не согласен. Согласно приговору, на время отбывания наказания Мамаю запрещено заниматься политикой, журналистикой, писать в соцсетях и создавать общественные организации. Народный защитник по уголовному делу, его супруга Инга Иманбай, говорит, что данное ограничение доказывает, дело имеет политическую подоплеку. Продолжение следует... Мамай выслушал приговор под домашним арестом. Он был арестован в феврале прошлого года после траурного мероприятия по жертвам январских событий, в ходе которых погибли по меньшей мере 238 человек. Четыре месяца спустя ему предъявили обвинение в связи с кровавым январем. Он провел 8 месяцев в СИЗО, а с ноября находится под домашним арестом. Прокуратура сняла, а затем вновь предъявила обвинение в организации массовых беспорядков. Международные правозащитные организации заявили, что дело имеет политическую подоплеку и призвали Астану прекратить преследование Мамая. 35-летний журналист второй раз привлекается к уголовной ответственности. В 2017 году он был приговорен к трем годам условно по обвинению в участии в легализации преступно нажитых средств, живущего за рубежом экс-банкира Мухтара Аблязова путем издания газеты. Тогда суд также запретил ему заниматься журналистикой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok